Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Могут ли маленькие дети быть одержимы дьяволом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала посмотреть на то, что такое одержимость. Мы как-то уже касались этой темы в рамках нашей передачи. Но я кратко отмечу еще раз. Одержимость – это прямая степень управления, когда дьявол напрямую управляет человеком, подчиняя себе его разум, его тело. Он физически овладевает человеком и действует в человеке и через человека. Одержимость отличается от общей греховности. Написано, что все грешники, они находятся под властью дьявола. То есть дьявол пытается всеми управлять. Но вот всеми людьми он управляет через то, что он дает им желания. Он культивирует, вернее, эти желания, которые есть у них в плоти. Он как-то манипулирует ими для того, чтобы достигать своих целей ложью, обманом, разными ложными желаниями или обещаниями, которые он предлагает. А одержимые – это люди, в которых дьявол непосредственно вселился, и он физически ими управляет. Он говорит через них, он делает свою разрушительную работу через них. Так вот, по отношению к этому нужно отметить несколько очень важных факторов. Во-первых, Священное Писание нигде, ни в одном месте не приводит примера одержимости верующих людей. Наоборот, Иисус Христос и апостол Павел говорят прямо противоположное. Апостол Павел говорит, какое согласие Христа и Велиара, или Бога и дьявола. То есть, естественно, в человеческой душе не может жить одновременно Христос, который спас его, обновил его и дьявол. Это взаимно исключающее понятие. Об этом же говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка в третьей главе. Он говорил о том, что когда его обвиняли, что он изгоняет бесов силой Велиула, он говорит о том, что это невозможно, потому что для того, чтобы это делать, то нужно... Сатана не может восстать сам на себя. И он подчеркивает вот эту эксклюзивность. Ты можешь принадлежать или Богу, или ты будешь принадлежать дьяволу. Но это общие принципы. То, что касается детей, это немножко более сложный вопрос. Мы знаем, что дети до сознательного возраста, если они умирают в это время, они будут спасены. Мы видим несколько свидетельств Священного Писания, которые об этом говорят. А вот какая защита есть у людей на данном этапе, здесь немножко сложнее говорить об этом. Конечно же, мы знаем, что дети верующих родителей, которые родители, которые заботятся о том, чтобы их дети учились страху Божьему, чтобы они повреждались в Священное Писание, чтобы они учились молиться, чтобы они учились понимать, что жизнь управляется Богом, что нам нужно принадлежать Богу, обращаться за помощью к Иисусу Христу. То вот эти дети, естественно, они будут дальше от дьявольских всяких разных вещей. Чем дальше люди от Евангелия, от веры, от молитвы, тем больше потенциальные соприкосновения с разной формой дьявольщины. И этих форм очень много, особенно в наше время. Сегодня, когда разными ужасами нечистых сил пропитаны фиер, разные игры, видеоигры, фильмы, которые несут в себе очень много дьявольщины. Конечно же, все это будет способствовать. Мы не можем точно сказать, могут ли быть дети быть одержимыми дьяволом. Наверное, могут, скорее всего, если они далеки от Бога, если они были вовлечены как-то в какие-то оккультные практики, если каким-то образом они стали подвержены вот этому действию нечистой силы. Может быть, и могут. Мы знаем, что когда Иисус Христос изгонял бесов, то там самые разные люди приходили, и Он делал это. Он противостоял этой силе. Бог дал Ему власть, посредством которой Он изгонял нечистую силу. Самое главное, говоря об этом, помните одну вещь. Чем больше мы ищем Бога, тем безопаснее мы в Нем. Тогда, когда мы принадлежим Христу, и когда мы храним себя от идолов, храним себя от всей этой нечистой, даже намека на нечистую силу, это является наилучшим средством, которое поможет уберечь нас от подобных явлений. Помоги вам, Господи, в этом. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.slова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.